Дорогие друзья, маленький-маленький совет. Я надеюсь, кому-нибудь он обязательно пригодится. Итак, изменить свойства пряжи. Например, у вас есть хлопок. Из хлопка вы уже навязались, белый хлопок. Немножечко он имеет стоячий, если можно так сказать, вид. И, предположим, вам захотелось сделать его более пластичным. Нужно ли покупать пряжу с вискозой? Нет, не обязательно. Или пряжу с шелком? Тоже нет, не обязательно. Можно купить отдельно шелк. Вот такой шелк можно приобрести в магазинчике City of Yann. И вы скажете, вам не нравится, возможно, такой цвет, и вы такой не носите, вам бы хотелось более светлого. Но от белого вы устали его нужно очень часто стирать. Вот потрясающий выход. Посмотрите, я имею светлую вещь и абсолютно новую по текстуре. Это хлопок с шелком от магазинчика City of Yann. Он имеет струящуюся текстуру. И разве можно в этом цвете узнать просто вот такой вот темно-оливковый шелк или просто белый хлопок? Удивительное по тактильным ощущениям получается полотно. Просто удивительное, потрясающее. Оно имеет и свойство хлопка, и свойство шелка. И ждите в ближайшие же дни шедевр из вот этого потрясающего сочетания. Мне не терпится уже его закончить и показать вам его во всей красе. Кстати, можно использовать это полотно двухстороннее и тоже получается. Посмотрите, как интересно. При помощи основной нити и вспомогательных, при помощи техники плотирования вы можете изменить свойства пряжи. Например, эластичность и струящиеся качества хлопку можно придать при помощи шелка, при помощи вискозного шелка. При этом вы измените не только свойства основной пряжи, но и измените цвет. Причем именно плотирование, не смешивание. Смешивание даст не очень хороший меланж, а именно плотирование даст вот такой ровный, красивый оттенок. Как бы намек на этот цвет. Этот цвет здесь присутствует, но посмотрите, как иначе он выглядит. Если вам кажется, что изделие из тонкой вискозы с пайетками выглядит слишком прозрачно, вы тоже можете посадить его на хлопковую основу. Вот, например, я держу в руках вот такого зеленого цвета хлопок с вискозой. Мне очень нравится этот цвет, но в чистом виде такой цвет мне не идет и я его не буду носить. Но добавив в этот цвет просто белого фона, а белый фон у нас идет опять же в плотировании, нам точно также удалось и смягчить свойство белого хлопка. И сделать более светлым этот насыщенный зеленый. Очень хорошо плотирование маскирует, действительно маскирует, буквально как тональная основа маскирует недостатки кожи и выравнивает ее точно так же. И плотирование хорошо маскирует полноту фигуры, которую тоже хотелось бы скрыть. Чем хороша еще техника плотирования? Тем, что она выстраивает фактуру. Именно выстраивает по вертикали. А если вам хочется проэкспериментировать прямо сейчас и немедленно, вы можете использовать вот такой вискозный шелк, который можно приобрести в любых магазинах для рукоделия, в любых швейных магазинах, швейной фурнитуре, галантерее. Это шелк для вышивки, хватает его надолго. И если вам покажется, что одной нити маловато, можно использовать две и три нити, можно использовать как близкие цвета по тональности, так и резко отличающиеся. Вы играетесь с изменением фактуры. И у вас обязательно все получится. Не смотрите на цвета однозначно. Смело экспериментируйте их с ними. Смело смешивайте. И смешивать я все-таки лично рекомендую в технике плотирования. Потому что просто смешение дает достаточно грязный меланж. Экспериментируйте, я уверена, результат вам понравится.